Когда вы выгнали Игоря Александровича из дома и за что еще раз повторить? Я его фактически не выгоняла. Он периодически приходит и спит у меня здесь и ест и все. Бывает так, что он понеделья не приходит. То на вокзале ночует, то еще где-нибудь ночует. Все, я даже за ним бегать, ему 70 лет. Но выгнали его за то, что он поднял руку с ножом? Ну это было давно и неправда. На сына накинулся с ножом? Да, да, было такое дело. А, и вы после этого расставили? Вот, после этого, да, я развод взяла с ним, все это самое. Ну как человек, конечно, мне жалко, я его периодически пускаю. Он сам написал мне, я его не заставляла. То есть документы его у вас, да, паспорт? Паспорт у меня здесь, как говорится, дома. Пенсию вы за него тоже получаете? Он написал мне все это самое. Вместе с ним ходили к нотариусу, он сам написал и я получаю. Потому что ему давать нельзя, он тут же пропьет ее и потом будет ходить клянчить. А если бы было бы он нормальный, он бы давно нашел бы бабу, как говорится, и жил бы спокойно. Не мешал бы нам, как говорится, сыновьями, мы жили бы спокойно. Может, Бог даст, я бы еще вышла бы за муж, жила бы. А вам сколько лет сейчас? Мне 69. Ну на год постарше, получается. Да нет, ему то же самое. С одного года, просто месяца. Но он здесь не прописан, он прописан за Волгой, да, получается? Он прописан за Волгой, но его туда не пускают соседи. Там молодые живут, Оля, ей где-то 28 лет, а этому помороже он. Слава. Они его не пускают, потому что у них там по холодильникам лазит, воруют жрачку. То есть там какая-то общая квартира? Ну там двухкомнатная квартира, ну там два хозяина. Ага. Вот. А как получилось, что у него там появилась комната в этой квартире? Я вам еще раз объясняю, только недавно выходила, говорила, что у меня умерла мама там. И комната мне досталась. Мы эту комнату выставили на продажу, чтобы я смогла купить хоть какому-нибудь сыну отдельную, пусть 15 метров, но комнату вам. Как интересно. Он сегодня даже дома. Он никуда не уходит, а вчера на волкованке спал. А вот тут тогда на одну, а вы сейчас не валялся здесь. Вы спите, я не знаю, чтобы она... А в воскресенье орала на весь дом, что с матом прямо такая рассекает, и почему его не пускаешь домой? Он всегда на меня... Я прописана сыновьями здесь, а он прописан. Мама у меня умерла, я ему комнату дала, это самое, это за Волгой. А только что, он там ничего из меня не пьет, ничего. Соседи молодые там живут. Рук-то! Он не поднимает ни нормы, ничего. Ему ведро наварил, он и то сожрется даже. На улице почему находитесь? Почему он не может на улице пойти, кому следует? Он другой раз, если у него просветлее, в башне есть, может? Что он на улице? А, ну, ради бога! Вы на улице почему находитесь? Что ты на меня смотришь, говори! Вы все равно! Ну, кладь, так, ну, все нормально, все нормально. Он загуляется, запутается и не приходит домой. Какой-то опекун или что там есть? Никакого, никто не за него ничего. Ну, документы его где? Паспорт у меня лежит, потому что я устала уже управлять паспорта. А пенсию за него кто получает? Я получаю доверенность у меня. А он призван правоспособным или здесь способен писать эту доверенность? Если вы говорите, он заболевает. Может быть, он и не понимает, что... Ну, ему нельзя доверять деньги. Ну, это кто решает? Он сам решает. Я его не тащила на оксану. Он решает. Ну, когда мы ходили с ним, это самое нормальное было все. Он сам попросил, говорит, давай, будешь получать деньги. Я говорю, мне все равно. А документально подтверждено? Да, да. А где находится документ? У меня. У вас лично? Да. А можно поцеловать? Ой, это пройдет часа три, чтобы я нашла. Вот, люди к нему подходят, он начинает тут же говорить, что у меня есть дети, что у меня есть жена, она меня выгнала, не пускает. Вы знаете, у меня проблемы, вы крыльчатки почему не сообщили на фрон? Может быть, у него обострение почему-нибудь какое-то? Пусть идет, он дорогу знает. Пусть идет. Он не может принимать сейчас решение. Почему он не имеет? Ну, вот у него сейчас все хорошо. Он сейчас пока может не понимать вообще всю сложившуюся обстановку. Может, вам стоит позвонить? Ну, надо не звонить, надо ехать туда, брать его за ручку, как-то телеведово ребенка, и тащить его туда. Если вы видите, что у человека сейчас какой-то заболеванный поиск. Вот я вам задаю вопрос совершенно адекватно, он, мне кажется, не понимает, что я имею в виду. А потому, что у него мозг как пятилетнего ребенка. Может быть, вам было? Он их все пробил и все... Он себе добрал, и все, домой на диване. А потом в охране для работы. Вот так. Претензии есть какие-то к вашей супруге бывшей? Какие-то противоправные действия она в отношении вас совершала? Он где-то глухой притворяется, что он глухой. А где то? Игорь Александрович, есть необходимость проведения какую-то проводить? Помощь какая-то? Что ты на меня смотришь? Говори! А все, все нормально! Слушай, мне самой надо на этот самый встать, но учет тоже, что делается, я уже не могу. Вам нужно сегодня обязательно съездить к врачу, который им занимался тогда? Да, сейчас с сунгом доставлю его, это самое, поеду. Если необходимость человека опять на какой-то ситуации находится. Я не медик, я не знаю, поэтому я здесь, когда... Это его паспорт, да? Это его паспорт. Там место прописки какое у него указано? Мы и говорим, что я... За Волгой, да? Горького 70. Знать, мне нет смысла. Сейчас адрес его спешу. Это вот его доверение, значит, что... А это доверенность, по которой вы получаете, соответственно, пенсию, да? Да, да. Да. В каком году я уже... Ой, мать моя женщина, я не вижу. У вас телефонов этих соседей-то нет, с ученым на руках. Еще раз, значит, сегодня он у вас останется, да, дома? Вы его никуда не выгоните. Если, ну, кроме чем так отправлен, пусть он там, там диван есть, пусть он там спит. Он уже там спит. Кроме того, сегодня вы собираетесь позвонить в больницу, чтобы его проверили, да? Или сегодня, или в понедельник? Мы проверили, а его просто положу в больницу. Хотя вот мы слышали, что он не поедет, потому что ему там тоже кислое. Там же заставляют работать, а он работать не хочет. Он говорит, я больной, говорит, работать не буду. И там тоже, это самое, когда я приезжаю, там гостинцы привожу, он там больных ворует гостинцы. В заложенском отделе полиции, то есть если человек там прописан, соответственно, он имеет право там проживать, пусть участковый, местный разбирается с жильцами в этой коммунальной квартире по каким-то причинам не пускает. Ну, а там дальше ситуация. В отношении вот этой квартиры, вот этой лавровской, как это дальше? Здесь просто возьмем, как говорится, на крандах же людей, то есть периодически будем захаживать, потому что непосредственно мой участок, вот, раньше жалоб не отступало, но теперь будем знать, что здесь квартира такая есть, то есть надо будет периодически заходить, спроведаться, как говорится, здоровье мужчины и все. Тут ничего не сделаешь, никаких правонарушений в отношении у него не совершено, поэтому просто профилактика, элементарно профилактика на участке.